Давайте прямо сейчас посмотрим Мармажа «Школьная от Маска». Да, не забывайте подписываться на Инстаграм, на второй канал, все ссылки в описании. А у моего молодого человека есть канал с анимациями, и его новая анимация выйдет 1 августа в 2 часа дня по Москве. Поэтому, если хочешь её оценить, то жмакай в подсказке или переходи по ссылке в описании и оцени его канал и его новую анимацию. Погнали смотреть Мармажа. Здоров, Мармаж, чё делаешь? Пишу. А сценарий пишешь, да? Да. Ясно, ясно, да, да. А про что? Да то, как я... Блин, ты чё-то хотел? А, да нет, я просто... Я хз чем заняться. Думал, может ты... Слушай, иди вон поиграй в Рейд. А, что? А, боже, Рейд Шэдоу Лэ... Так, рекламку немножко перелеснём. Тык. Стоянба, ты куда попёрся с моей мобилой? Вон, сам себе скачай, я ссылку-то оставлю, ты чё? Тем более, что по ней ты получишь 50 тысяч. А, вот так вот. А, ты это, ты скоростно или тогда пишешь? Да всё, я уже всё дописал. Готово. Окей, смотрим видео. Где-то с пятого класса у меня начались проблемы с математикой. Задачи нифига не решались, а формулы начали напоминать эльфийский язык. А я его не знал. Я... Я не могу это прочитать. А ну-ка давай читай полурозрик. Ай, блин. Репетиторы тоже особенно не вывезли ситуацию. Единственным временем, когда у меня выходили четвёрки по математическим предметам, это конец полугодия. Наша учительница перед Новым годом давала необязательное задание ученикам рисовать стен газеты. И за каждую такую работу она ставила пятёрку. И если хоть, ну, кто-то и приносил один, ну, максимум два размалёванных ватмана, я приносил по девять-десять. Нифига себе. И завалил дедную женщину макулатурой. Особенно я хорошо получал и срисовывать из учебников профили античных математиков. Поэтому все стены были увешаны моими пифагорами, эвклидами и архимедами, словно у меня самого была персональная выставка. Я потеряну, что это искусство. Но вот всё остальное время приходилось обходиться без читов. А без них я явно хреновенько играл в эту игру. Особенно меня пугали контрохи. Когда я слышу фразу, так все отложили учебники и достаем двойные листочки. Мне кажется, всех пугала эта фраза. И не останавливаюсь сердце. Однажды в пятницу она нас предупредила, что так с понедельника начинаются контрольные, так что готовьтесь! Да не, естественно, она произнесла это спокойно, но для меня это прозвучало именно так. У нас очень часто была такая тема в школе, именно на уроках алгебры, что нам говорили, готовьтесь, будут задачи, которые мы решали. По итогу этих задач не было. Были как раз таки те задачи, на которые у нас не было времени. И по итогу очень часто были такие задачи, которые мы не могли решить просто даже. Субботу я понял, что я должен был любым способом избежать этой контрольной. Единственный вариант, что я придумал, это заболеть. Именно заболеть, а не притвориться больным. Потому что мой кредит доверия у родителей был давно исчерпан. И особенно после того случая, когда я пытался сымитировать температуру, нагрев градусник, натерев его об ковер. И, возможно, немножко переборщив. Немножко. Больше 43 градусов, вот прям серьезно, да, Максим? Что, слишком много? Да, многовато. От такой температуры, знаешь, умирают. А-а-а-а-а-а! Вот и все! Прощайте, кормильцы мои! Прощайте, други! Прощай, школа! Свет! Я вижу свет! Примите же меня! Небеса! Ты закончил? Ну, в общем, да. Наказан за вранье. Понял, принял. Поэтому заболеть можно было реально. Я весь день пил ледяную воду, мочил волосы под холодной водой и лежал высовывать башку в форточку. Можно же менинги получить. По моим расчетам, 10-15 этих подходов и простуда мне была обеспечена. Схема была, наверное, неплохой, но не идеальной. Я не заболел? В понедельник я собирался в школу, как на расстрел. Как вдруг меня осенило. Нужно притвориться в школе, что у меня сломана правая рука. И к этому делу я подошел основательно. Мне понадобились дешевый рулонный лейкопластырь, жидкий корректор и бинт. Намотав на руку пластырь, я жирно-кономал его корректором, сверху замотал бинтом, и когда он подсох, получился прекрасный дикт. И если это не венец человеческой мысли, то я даже и не знаю. Ой, сегодня же контрольный... Ой, как же не вовремя я сломал правую руку, да. Вот это печаль. И... И это прокатило. Хорошо, Максим, иди садись, только сиди тихо. И это была победа. Короче, я верю, что вы тут все люди неглупые. И повторять моих ошибок не будете, как некоторые индивиды, которые завалили меня фотографиями горящего унитаза после этого видео. Жесть, я вот как раз об этом говорила, типа, надеюсь, что никто не будет это повторять. Направьте лучше свои силы и идеи в полезное русло. Сами же себе потом спасибо скажете, ну камон. А на этом как бы вот и все. Ужас. Но скоро увидимся. Пока. Пока. Ну, думаю, каждый отмазывался как-то в школе от контрольных, да и вообще просто от похода в школу. У меня тоже такое было. Но я, наверное, никогда не притворялась, что я болею. Ну, то есть у меня не было вот этой типичной ситуации, когда я там градусник пытаюсь нагреть каким-то образом. У меня такого не было ни разу. У меня скорее была, наоборот, такая проблема, что я часто заболевала. И я поэтому не хотела идти в школу. Родители говорили, надо идти в школу, там контрольная, давай, соберись, ты сможешь, иди в школу. И иногда я даже больная с температурой туда ходила, потому что учиться же надо было. Учеба же много значит. Нифига она не значила на самом деле, сколько было у меня времени и сил потрачено на учебу именно в школе. Сколько раз я вот так вот болеющая ходила туда, при том, что у меня реально была температура, и горло очень сильно болело, у меня была ангина. Как бы это все было бесполезно, мне кажется, абсолютно бесполезно.